В Беларуси стартовало централизованное тестирование. Бородьба за право стать студентом началась с испытаний по беларуской мове. На него было подано 2 тысячи заявок. Это приблизно на 200 заявок меньше, чем летать. Усяго в Могилевской области абитуриенты подали 32 тысячи заявок на СТ. До 27 червяня выпрабывания пройдут по 11 дисциплинах. Тестирование начинается в 11 годах ранее, но первые абитуриенты пришли сюда на 3 годы ранее. Наурадьте, как повторить материал, схучай, как супакуюсь себе и настроиться на хануне такого отказного момента. Первый испыт на шляху до студентского билета – испыт по беларуской мове. На жаль, популярность этого предмета сярод абитуриента упадает. Все лета на тестирование по беларуской мове подадено амаль 2 тысячи заявок. Приблизно на 200 меньше, чем летать. Я сама наставница беларуской мовы и литературы, поэтому у моего сына не было сомнений, який предмет выбрать. А поступать мы будем сюда, в наш университет Куляшова, потому что мы решили, скажу так, что мы отходили сразу от профессии наставника, мы отшторкнулись, будем мы выкладчиками математики и информатики. И так же можно на третьем курсе пойти додатково, отримать эдукацию программиста. Традиционно самые популярные предметы сярод абитуриентов – русская мова и математика. У МДУ имя Куляшова тестирование отбывается у поточных аудиториях, где ход в пробовании контролируется от трех до пяти нозеральников. Место за партой выбирают по жеребию. С собой абитуриенты могут пронести только ручку, пашпорт и пропуск. У нас был выпадок, когда в 2006 году человек пронес шпаргалку, более таких выпадков не было. Было несколько выпадков пару годов тому, когда проносили мобильный телефон. Теперь уже все ведут это, и таких нет. У нас нет проблем таких. Выники тестирования станут святомы про два тыдни со дня сдачи. Для тех, кто по уважливой причине не сможет присутничать на выпребываниях, продугледжены резервный день – 5 липеня. Надея Мяшкевич, Виталий Опсев, Новинный регион.